МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Классно. Наверное, под фанеру поют. Такое очень частое определение звучит даже в адрес певцов-профессионалов. Но чтобы не пустословить, появилось огромное желание узнать, так ли это. Итак, знакомьтесь. Вокальная студия «Жуниор» под руководством Лукьяновой Виктории Николаевны, которая на протяжении 11 лет объединяет ребят, мечтающих посвятить свою жизнь сцене. Они выросли из маленьких деток, которые пришли в лицей Мелес Куспотару. Самые маленькие дети – это группа Кнопи, потом Капельки и потом группа «Жуниор». С 2007 года мы объединились в Ассоциацию гармоничного развития детей «Жуниор». И с этого же времени у нас идет активная концертная деятельность. Первые шаги в нотной грамоте в классе вокала и хореографии юные музыканты постигают в 5-7 лет в подготовительной группе «Кнопи». В 8-летнем, 10-летнем возрасте они продолжают обучение вокальной группе «Капельки», где расширяют знания иностранных языков, повышают качество звукоизвлечения, совершенствуют сценическое мастерство. «Поем на различных языках, так как мы многорациональный коллектив, у нас 7 национальностей, и мы поем почти на стольких же языках, и с удовольствием изучаем культуру каждого народа. И очень рады, когда в залах интернациональная публика, и у каждого огонек в глазах зажигается, когда звучит песня на его родном языке. И мы вот этот живой отклик очень хорошо слышим на многонациональных, многотысячных выступлениях на площадях. Это было в Италии, это было в Румынии, в Греции, в Венгрии. Так что мы представляем культуру всех этнических народностей. Здесь собрались дети различных этнических меньшинств. И уже в процессе, когда мы разучиваем песенный материал, дети улыбаются и говорят, что я знаю украинский язык, потому что я с Украины, я с Гагаузи, я знаю болгарский язык. И мы, а давайте выучим песню на этом языке. И мы с удовольствием, когда мы увидели, что у нас такой интерес у детей к культуре разных народов, мы наряду со своим французским, английским репертуаром включили песни народные. Прозвенел звонок, зашумели детки. Это всегда радостно слышать, это всегда настроение поднимается. Денис, а ты чувствуешь, что ты уже актер, певец? Ну, немного, да, чувствую. А как ты это ощущаешь? Почему? Оттого, что ты очень часто ездишь за границу? Ну, то, что у меня получается разные песни петь, там, голос лучше, получается, контролировать его. Здорово знать языки. Да, это очень интересно, помогает друзей находить, понимать, о чем песни. Больше я использую языки для того, чтобы общаться. Понимаю, что ты много знаешь, это очень хорошо, что ты не потеряешься в мире. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы часто вот так вот чай пьете, устраиваете? Здравствуйте. Почти на каждом уроке. Хороший процесс у нас обучения. Они просто такие замученные приходят со школой, что мы сначала их кормим, а потом они уже и песни, может быть, споют. Кольоровых ярмарков, бешаных зигарков, бешастых когутиков, боленников на трутику, мотыли древняных, коников буянных, сугровой баты и сверниках хаты. После такого доброжелательного знакомства, чайпития, был предложен урок танцев. Давай, давай! Давай, давай! А вот и он! Добрый вечер, я учитель танца! Буду вас сегодня всех учить танцы пасть. Ничего сложного, простые движения. Вам остается ли домой повторять? Начали! Добрый вечер, я учитель танцев. У меня огромный танцевальный стаж. Я научу вас всех видеться правильно, не теряя взглядов, не обретая кураж. Маленькие дипломаты выезжают и представляют страну. Помощь от государства, от межэтнических отношений, от общин, которые здесь находятся. Помощи, к сожалению, никакой нет. Наши спонсоры – это наши родители. Костюмы очень дорогие. Аппаратура, вы знаете, качественная, очень дорогая. Микрофоны. Мы вот едем в Германию. Все, что у нас есть, какие-то деньги. Один микрофон покупаем. Это у нас никакие не сувениры. Нет материальной базы. Мы везде выступаем, нами все восторгаются. Но, к сожалению, реальной помощи у нас никакой нет. Мы ищем сейчас спонсоров, покровителей, которые бы помогли бы нашей ассоциации гармонического развития детей джуниор удержаться на этом уровне. И не только удержаться, а дальше совершенствоваться и достойно представлять нашу республику, представлять наши этнические меньшинства. Поэтому мы ждем, что на нас обратит внимание человек, организация, люди, которые искренне переживают за культуру этнических народностей Молдовы. А затем мне показали тайное местечко, мини-студию, где рождаются таланты. А я в батька один сын, один сын, погуляти хоть без ким. А я в батька один сын, один сын, погуляти хоть без ким. ПЕСНЯ С 11-летнего возраста Участники творческих групп вливаются в старшую группу «Жуниор», уже имеющими прочный запас профессиональных навыков и обширный опыт публичных выступлений. И, конечно, наград на различных фестивалях, международных конкурсах, представляя Молдову. Участники творческих Гaretки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok